На спине мышцы, которые дают возможность свести лопатки или развести приводящие мышцы Плечевые мышцы тоже, потому что некоторые упираются в грудные свои мышцы А уж и далее, и тем более, то есть становится сложнее Задавали вопрос, занимался ли я чем-то специально для того, чтобы Ребята, да нет, я просто чисто случайно обнаружил у себя эту особенность Еще раз говорю, большое спасибо Юлия Сибирту, он показал это видео с американцами свое И я вот начал пробовать, оттуда все это началось Гвоздь-восьмерка, гвоздь 8,8, сталь 3, десятка В общем-то, все оттуда и пошло Так вот, и техника, для чего я вам рассказал о том, что мало того, что физиологические особенности Так еще и техника изменяется Как на коротких стержнях, так и на длинных Это мое личное мнение Его могут оспорить более грамотные адепты бендинга Я их с удовольствием выслушаю Прямо к сведению, все ими сказанное Давайте обсуждать О чем еще, так скажем, предварительность С техникой я вам сейчас покажу несколько нюансов, которые особенно меня заинтересовали Я вам сейчас их покажу Я немножечко вернусь к подготовке Вы знаете, как при намотке на стержень падцев не ошибиться в том расстоянии, которое нужно заложить в падцу, намотать при определенной длине стержня Подтянуть вы всегда их подстянете Вставлять туда-обратно потом гораздо сложнее и хуже Значит, такой способ вам расскажу Делишь стержень пополам Отмечаешь Оставшуюся половину делишь пополам И вот это вот одна четверть Это то, что закладывается в падцев Ну, не совсем по самую риску, кромку там, да, отмечена От нее отступил миллиметра два, допустим И заматываешь Подспустить ты потом их подспустишь А так Итак, приступим к технике На что бы я хотел бы обратить внимание На то, что обращал я внимание, когда сам учился Ну, первое, меня интересовал, куда становится стержень здесь в руках Как он зажимается Как это происходит Так, чтобы вам было понятно У меня в руках 250-й гвоздь 756, обрезанная шляпка И обрезанный кончик Обработанный гвоздь в этой длине Получился где-то порядка 240 с копейкой Значит, вставляется Он приблизительно у вас Папсин должен будет упереться вот в эти места Закрывайте его Так, хорошо его обозвали Ребята Вот Юр Свердлов Арсен Кашвили Пистолетный хват То есть Как вы крючку пистолета берете, да? Берете, взнимает Так вот Вот он у вас Папсин Давайте-ка Я вам на Папсин покажу Папсин То есть Вот я нашел край Вот я его вставил Вот я его закрыл Курок Контроль Закрыл Вставил Закрыл Тут очень важно Знаете, обратите внимание Как вот профессионалы Уже те, кто много занимается бендингом Как они обжимают пац То есть они примеряются Берутся Тут надо, ребят Поймать вот это вот Ощущение того, что Все, он у тебя в руках Ты его поймал Ну и Заносим Вносим Вот внесли Теперь смотрите Я вам сейчас без стержня Покажу одну вещь И мы по поводу этого Порассуждаем с вами Кулаки смотрят вперед Полностью выстроена силовая рама И мы начинаем сжимать Кулаки идут навстречу По принципу Кусачек как бы Сводим Плечь Локти не опускаем То есть у нас Не падают И накрываем А теперь смотрите А если мы Будем действовать вот так С подкручивающим моментом Так вот Что правильно Первое Или второе Я пробовал и так И так На легких стержнях Но на тех Которые для меня складываются Получается, что я складывал их и так И так складывал Подходил к более трудным Не так и не так И не складывал Брал нечто среднее Раз получается так Раз получается так Я бы пришел к выводу И стал делать Поступать следующим образом То есть Я берусь Встаю Начну Включаться Как положено А уже в ходе Я его Как бы подкручу Ну Еще и даю Скручивающий такой Момент Чтобы В момент накрытия Я его Подкручиваю И начинаю подламывать Когда борешься Со стержнем На пределе твоих возможностей Наверное За этим следить Очень трудно Проследить Поэтому Это должно быть Отработано До автоматизма Хотите ломать стержни Ну Почаще Тренируйте Я имею ввиду Не ту предельную Нагрузку С которой Ломкой Наламыванием Стержней Устанете Убьетесь А отработки Техники Я технику Отрабатываю Допустим Со стержнями Стекловолокна Он имеет Легкий надгиб Что я имею ввиду Легкий надгиб То есть Когда я его Вставляю в пац Я его вставил Впаться Внес Начинает доить Он играет Потихонечку Начинает подгибаться То есть Я имею возможность Понять на каком Вот Часки Он у меня Начинает гнуться Мне очень нравится С этим заниматься Мне это очень помогает Мне это очень помогает Стержни эти можно сделать Разной длины В общем-то И варьирую толщиной Диаметром этого стержня Потому что Допустим Десятка Если я с десятки Сейчас сделаю На 180 Или на 160 Надгиба Вообще не будет Он очень жесткий Да Будьте аккуратны А то Начнете пробовать С ним Он Он ломается Можно его сломать Допустим На двухстах Восьмерку Я ломал Его Надо Что-то подкладывать Во-первых Чтобы горло Не поцарапать И когда он ломается Он Он лопается У него Волокнушки Так раз Можно поцарапаться Повредить Не повредить Но поцарапает Неприятно будет Так что По технике Поначально То есть Надлома Это Один вопрос Теперь По поводу Дожимов Ну Сделали Первый надпрыг Произвели Следующий Я предпочитаю Перебраться Чуть-чуть повыше То есть Чуть-чуть Как-то Раз Перебрался И Доламыв Я тренирую Такую вещь Вот С такой Работкой Для держания Труп Сантехнических Штучек Он был подлиннее Я его обрезал И одел На него Трубу Повернул Хвалит Наверное На статику Можно с ним Поработать Поработать С ним Вот Здесь тоже техника То есть Важна То есть Либо вы ее Сламываете Ну Вот так Поджимаете Так Тут уже У кого В каком диапазоне Где Сколько сил Есть Какие мышцы Включаются Прочувствуйте Это у себя Экспериментируйте Пробуйте Итак Дожали вы до момента Когда вы можете Это ставить В чеш-краш То есть Это расстояние Прошли вы Я его называю 8-12 Вот 8-12 сантиметров Между Ножками Стержни Которые вы Сгибаете Для меня Это вообще Мертвая дочка Вот Как ее проходить Для меня Всегда проблема Если я ее Быстро прохожу То стержень Складываю А бывает так Что на нем Застреваю И Буксую Буксую Там Сил тратится Очень много И уже потом Надо жить Начать Хорошо Он у меня И так Слаб Да еще Вдобавка Там сил У меня Не осталось В общем-то И складывать Нечем Так И вот мы подошли Значит К ческрашу Окончательной Тут Техники Такие То есть Если у вас Уже Стержень Ложится Полностью В ческрашу Вот То Ну Там Раз И вы Закрываете Так Так Это уже Ваше дело Есть техника Которая Так Так Или С этой Руки Сюда Но Без упора То есть Никуда Рука Локоть Не упирается Что бы здесь Мог бы посоветовать Ребят Не отводите Руки Далеко От Туловища Вы Снижаете То усилие Которое Возможно Чем Чем Плотнее Вы Приставили Руку Тем Сильнее Вы Надавите Вот Это Маленькое Такое Наблюдение Мое Личное Я сам Задавался Этим Вопросом В школе Мы подошли К ческрашу И Многие Тоже Мне Ребята Писали Задают Вопрос Там Вы Чем Ческраш Ну Общепринято Понятие О том Что Это Делают Гриперами Я Специально Благодаря Большое Спасибо Вадиму Мурашкину Приобрел Грипер У него А там Грипер 4 С Расширенными Ножками Для того Чтобы Усилие Было Более Такое Жесткое Вот Но Я Сейчас Может быть Скажу Какую-то Крамолу Вот Кто-то Меня Поддержит А кто-то Нет Я Думаю Что Между Ческрашем На этом И на Глоздях Есть Определенная Разница И Взаимосвязь Очень Непрямая Взаимосвязь Так Скажу Объясню Почему Я пришел К этому Выводу Ну Вот Смотрите У Александра Кириллова Очень Мощный Даже Просто Колоссальный Ческраш И До того Как он Познакомился С гвоздями Со стержнями С гнутем Стержней Он С гриперами Не был Знаком И Ческрашем Как таковым Специально Не занимался У него Очень Многолетний Опыт Занятия Физической Подготовкой То есть Он Качается Очень давно Долго Поэтому Отследить Сейчас Я ему задавал Этот вопрос Но отследить Какой Сочетание Каких Упражнений Вообще Или Приверженность Каким Упражнениям В каком Стиле Дала ему Такую силу То ли Это у него Врожденная Какая-то Генетическая Способность К этому Ческрашу Он Его Проявил И на Гриперах То есть Вы знаете О том Что он Сжал Это Там Мощный Грипер Столько Раз Сколько Там Никто В мире Не сжимал Стал Номером Один В этом Направлении Но Я наблюдал За ним Как он Жмет Гриперы И как Он Дожимает Стержни И техника Немножечко Другая Конечно Это может Быть Будет Подспорьем Будет Каким-то Но для Того Чтобы научиться Складывать Хорошо Гвозди Стержни Нужно Сжимать Стержни Ребят Все же Это Как Такой Легкий Доб Как Отдельное Абсолютное Упражнение Я не хочу Уменьшить Его Значимость И те Кто Делал Я Видел Видео С Димой Солдатовым Он Выставлял Его В группе Жал Грипер Я Представляю Какую Боль Он Испытывал Сколько Он Силы Воли Приложил И усилий К тому Чтобы Это Выполнить Вот Конечно В видео Было Такое Эмоциональное Многие Отвлеклись От Сути Этого Видео На Внешний Вид Дмитрия Вот Ну В общем То Значимости Вот Этого Не Изменило Так Про Что Еще Хотел Я Рассказать Такое О Чем Хотел Поговорить Знаете Ребят Ребят Сжимать Сжимать Стержень Вот Я Хотел Бы Поговорить Сейчас Объясню О силе Хвата У меня Хват Слабый Я Уже Говорил В предыдущем Виде Сейчас Еще Раз Повторюсь Хват Слабый Так Вот Я Подловил Такую Закономерность Как Только Я Позанимаюсь Гриперами Вот А занимаюсь Я У меня Вот Такого Есть Ватис И Есть Еще Такая Штучка Занимаюсь Руки Устают Кисти Я Гнуть Практически Вообще Не Могу У меня Динаметрия Я Заезжаю К Вадиму Мурашкину У него Есть Хороший Кистевой Динаметрия Пробы У меня Вплоть до 40 единиц Падает И Я Уже Все Как Только Поднимется Свыше 50 Еще Кое Как Ломать Я Я Попробую Попробую Я Познакомился С Вадим И Еще Что Сказки Лежат Здесь Всякие Вещички Которые Я Потом Покажу Это Мой Ящичек Волшебный Мой Ящичек Который С собой Всегда Вошел Он У меня В машине Лежит Вот Правда Я Из него Поубирал Все Стержни Практически Такие Которые Можно Гнуть На ходу Потому Что Невозможно Удержаться Увидел Пац Вставил Только В багажник Заглянул Быстренько Пац Вставил Хлоп Все Замечательно Ну Чтобы Плановый Был Такой Процесс Тренировочный Поэтому Убрал Их Отвез Их В дом К себе В деревню Раз в неделю Там Этим Занимаюсь Бываю Там Раз в неделю Могу Там Отдыхаю И Вот Дело Так вот Ладно Вернемся Еще К такому Вопросу То есть Про Сочетание Взаимосвязь Бэндинга И базовых Тренировок Я уже говорил В том Виде Что База Нужна Сейчас Расскажу О своем Опыте Сейчас Заканчивается Два С половиной Месяца На следующей Неделе Будет Как я Начал Ходить Снова В атлетический Зал Для того Чтобы попробовать Подтянуть Свою базу Какую-то И В общем-то Там Попробовать Что Я Делаю На этой Базе В общем-то Я ее Немножко Унифицировал Базовую И приспособил Подбендинг Каким образом Сейчас Объясню Значит Я каждый день Ну В разный Тренировочный День Делаю По одному Базовому Движению По Где-то 6-8 Подходов Из них Три Разминочных Три Четыре Там Рабочих Подхода Значит Становую Тягу Становую Тягу Я делаю С Манусами С Расширителями Хвата Понятно Что Веса Падают Вот Но зато Я это Делаю Техничные Плюс Еще Как бы Силу Хвата Набираю А вот Здесь Поэтому Пока руки Не отпустят Даже у меня Становые Доходят До 10 11 Подходов Вся Тренировка Длится У меня Где-то Порядка 30-35 Минут Они у меня Короткие Но интенсивные А вот Легкая Разминка 4-5 Минут И Где-то 25-30 Минут Рабочего Такой Работы Пахоты Делаю Плюс Одно Упражнение Делаю Дополнительное Значит Дополнением К Становой Я делаю Отжимания На брусьях Вот Но Смотрите Кто-то делает Отжимания На брусьях С весом Ну я понимаю Вот это Силовая Силовая Такая У нас В спортивном зале Куда я хожу Брусья стоят Они Под углом Вот так И я ставлю Руки Отжимаюсь Где-то Вот В этой позиции То есть Приближенные К тому Чтобы Как я работаю В бенделе Вот так я Отжимания Делаю Вес Подвешивать Ну Ребята Максимально Что я делал Это Десяти килограммовую Гантель Даже не подвешиваю Просто между ног Зажимал И В общем-то Десяти килограммовые Гантели Там Повторение Повторение проводил Делом Вот Следующий день Там допустим Я делаю Грудь Жим Жим лежа Базовое упражнение Жим лежа Жим лежа Я делаю На каждом рабочем подходе Меняю Ширину Но Не ухожу На очень широкий хват Делаю его Где-то Начиная От ширины плеч Чуть шире плеч Там где руки Локти будут Перпендикулярны Приалп Приопусканий Поняли, да? Вот И Уменьшаю веса Но за счет этого Стараюсь опускать К ключицам Это очень опасно Поэтому должен быть Обязательный человек Который вас страхует Вот И Веса должны быть Такие Облегченные Это травмоопасно Для плечей Вот Стараюсь Делать В этом ракурсе Причем Ноги я поднимаю Как вот Народный жим То есть Без участия ног Еще плюс Под спину Подкладываю Что-то Чтобы Наклон был У меня Туда Вниз Вниз Головой Вот Значит В дополнение К этому упражнению Второе